И продолжаем избирательную тему. Нынешняя парламентская кампания в Беларуси оказалась гораздо популярнее, чем прошлая. Кандидатов больше, чем в 2012-м. Повышенное внимание к выборам проявляют и иностранные наблюдатели. Они уже активно следят за всем, что происходит, и наверняка делают пометки. Об интересных деталях кампании программа недели поговорила с главой Центра избиркома Лидией Ермошиной. Я сразу могу сказать, я могу поздравить всех избирателей, что у нас не будет без альтернативных округов. Если только кто-либо из кандидатов самостоятельно не снимет свою кандидатуру. Потому что у нас есть такое. Буквально в городе Минске рассказали курьезные случаи, что когда кандидаты в депутаты узнали, что им оказывается нужно уйти в отпуск на время предвыборной агитации, то два кандидата сняли свои кандидатуры сразу же. А у вас сформировался какой-то собирательный портрет этого кандидата? Это кто прежде всего? Это мужчина, женщина? Сколько ему лет? Ну, сразу же могу сказать, что это, конечно, все-таки лица в основном среднего возраста. Те, которым уже за 40. И это хорошо, это люди со сложившейся карьерой и судьбой. Это традиционный портрет кандидата. Я бы сказала, в этот раз кандидат у нас в основном политически ангажированный. То есть большинство из них являются членами партии. А почему некоторые кандидаты, будучи прописанными в столице, баллотируются не в столице, а в регионах? Ну, они предполагают, что там будет проще. Все-таки наполняемость кругов с точки зрения конкурса, как правило, в провинции ниже, чем в столице как таковой. Но я думаю, что эти выборы, это тоже опровергают это правило. Если говорить о конкурсе в среднем и в столице, и по регионам, то у нас самый вообще высокий конкурс – это в Меделевской области. Кандидаты же могут формировать личные фонды. Какими суммами они могут оперировать? Так это, поскольку у нас все в долларовом выражении, чуть больше 10 тысяч долларов. Вот максимальный размер избирательного фонда. Но для этого, кстати, кандидат может все деньги внести сам, с собственного кошелька. Но может и попросить сброситься людей и организации. Я не думаю, что очень много будет желающих перечислять деньги. Все-таки время сейчас непростое. Но вполне возможно, будет какой-то ряд сторонников, которые помогут. И тогда, по крайней мере, кандидаты смогут напечатать какую-то продукцию. То есть листовки какие-то. Но даже если они этого не сделают, избиратель все получит все-таки бесплатно. Вам уже удалось встретиться с представителями от иностранных наблюдателей миссии ОБСЕ, ПАСЕ. Их что интересует в первую очередь? Их все интересует. Буквально все те детали, которые они, может быть, не совсем поняли при прочтении нашего избирательного законодательства, вызывают интерес. Все от начала, от вопроса, а почему выборы проходят в такой хороший период, имеется в виду летние, когда еще избиратели находятся в отпусках и вообще совпадают с Олимпийскими играми. Вчера мне был задан такой вопрос, почему в Беларуси выборы совпадают с Олимпийскими играми. На что я ответила, это потому что Олимпийский комитет приноравливает проведение Олимпийских игр к выборам в Республике Беларусь. Конечно, мы рассказывали о Конституции, серьезно отвечали на эти вопросы, о тех требованиях, которые она предъявляет по срокам, это первое. Ну и второе, конечно, самое основное вопрос, который задает каждая миссия, о порядке подсчета избирательных бюллетеней.